Ростелеком завершил работы по организации резервирования сети передачи данных в Ненецком округе. Проект был разработан и выполнен оператором связи совместно с администрацией региона. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор архангельского филиала Ростелеком Андрей Прищемихин. После резервирования жители округа даже в случае аварий на магистральной сети не останутся без связи. Мария Владимирова продолжит. Необходимость резервирования заполярного сегмента сети возникла из-за высокого риска повреждения магистральных линий связи, вследствие чего более 9 тысяч домохозяйств Ненецкого округа уже не раз оставались без доступа в интернет и услуг ВИНК Интерактивное ТВ. Проект по резервированию связи, который позволяет даже в случае отсутствия связи с Большой Землей сохранить работоспособность всех государственных ресурсов, которые находятся в НАУ и НАУ без связи не остается внутри. Так называемый интернет появляется. И кроме того, это коснулось и цифрового телевидения, которое также не пропадает, региональные врезки остаются. И по сути дела можно сказать о том, что НАУ обрело информационную независимость. Речь идет о таких информационных ресурсах, как электронная запись в поликлинику, электронный дневник, виртуальная приемная администрация, портал народный контроль и другие. За счет организации бесперебойной трансляции телеканалов местными вставками, население округа обеспечено рабочей системой оповещения в случае чрезвычайных ситуаций. Впрочем, на этом работа не останавливается. Очень радостно, что действительно коллеги сделали это. И сейчас у нас, но здесь не только и Ростелеком, и наши региональные операторы, то есть мы, скажем так, на случай какого-то чрезвычайного происшествия с этим кабелем связи, мы здесь внутри, совершенно спокойно имеем доступ ко всем ресурсам. Сейчас мы делаем, чтобы все платежи проходили в онлайне на известной территории. Ну и по сути сделали такую автономию, да, то есть округ автономный, и получилось, что и по связи нам удалось сделать автономию в случае, если обрыва кабеля. Еще одно значимое событие, о котором рассказали в ходе пресс-конференции – начало очередного этапа строительства оптической сети связи в регионе. До конца года в Наринмаре и поселке Искатели будет сдано в коммерческую эксплуатацию еще более 3000 домохозяйств, и проникновение составит уже 75%. Такой высокий процент панизации создает хорошую базу для популяризации новых услуг. В честь подключения к высокоскоростному интернету абонентов из Искателей Ростелеком организовал в поселке Праздник Двора, где помимо игр и конкурсов разыграли бесплатные подключения на три месяца. А в микрорайоне Старый Аэропорт специалисты компании продемонстрировали процесс подключения к сети интернет жилого дома. Есть определенные сложности. Мы очень серьезно прорабатывали заводом-изготовителем им те материалы и приборы, которые используются, потому что здесь немного другая ветровая нагрузка, но и, конечно, температурная нагрузка. Но, хочу сказать, оборудование, кабель, технология – это все отечественное. И сейчас вот ребята с помощью навивной машинки, которая уже предварительно установлена, вот наверху мы можем видеть, будет проводить дробь кабель вот в этот частный дом. В данный момент в Нарьинмаре и поселке Искатели ведется большая стройка, которая позволит уже к концу года провести в 7 тысячах квартир интернет с абсолютно новой для нашего региона скоростью, по качествам и ассортиментам услуг.